Утро доброе! Утро доброе на пятом канале! Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня на календаре 11 апреля, четверг, и мы рады приветствовать вас в этой студии. Как обычно, для вас работают Лариса и Кирилл. Спасибо, да. Сегодня такой замечательный день, так же, как и вчера, и позавчера. Утро уже солнце намного ярче. Я думаю, что настроение у наших телезрителей замечательное. А как насчет нашей системы? Зарядка, да, у нас? Система. Система. Зарядка. Поехали. Доброе утро всем! Надеюсь, вы уже проснулись. А если вы еще спите, так что давайте быстрее вставать. Самое время провести зарядку. Доброе утро, друзья! Начинаем. Ноги у нас на ширине таза, руки на пояс. И 8 раз поднимаемся на полупальцы. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вместе с нами, с хорошим настроением. Готовимся к хорошему дню. Еще 3, 2 и 1. Ноги немного ближе, немного присели. Руки кладем себе на бедро, бедра. И мы разогреваем коленный сустав. Да. Оп. И еще несколько раз. Ага. 3, 2, 1. И также в обратном направлении. И 8. Молодцы! У вас хорошо получается. Еще. Угу. 3, 2, 1. Хорошо. Двигаемся далее. Разминаем тазобедренный сустав. Положите руки на бедра, стопы на ширине плеч. Сделайте круговое вращение правой ногой. Коснитесь полного носка. Также 8 повторений в одну сторону и 8 повторений в другую. Опорная нога обязательно чуть согнута в колени для безопасности. И устраиваем баланс. Мышцы кора напряжены, пресс сильный. В другую сторону. Левая. 8. 7. Нарисовать красивый круг. Нога чуть согнута. Улыбка. Кофе уже греется. Так вот. Последний. Окей. Хорошо. И более динамичная часть. Стопы шире плеч. Руки согнуты в локте. Повернитесь вправо вместе с ногой. Повернитесь влево. И чуть быстрее. Как будто танцуете. Мне это нравится. Уже пошло дыхание. И зарядка выходит на свой пик. 3, 2, 1. Супер. Повторяем эти упражнения по 2, 3, 4 круга. Начинаем день свой. С позитива. И с улыбок. Доброе утро всем. Хорошего дня. Все. Ну и мы начнем сегодня с крылатых выражений. «Большой брат следит за тобой». Эта цитата была позаимствована у героя романа Джорджа О'Ройла в 1984, ставшего продолжением более ранней аллегории писателя, известной под названием «Скотный двор». Персонаж подразумевает по терминам «большой брат» само государство и его службу безопасности, уверяя читателей, что она всегда на посту и никто в случае неправильных поступков, нарушающих закон, не сможет уйти от возмездия. Будем посмотреть. По сути, ироничный фразеологизм многократно использованы как в литературе, так и в кинематографе, в диалогах и монологах героев. Точной истории появления «Сиго» с словосочетания «шедевра» не найдено. В общении чаще всего используется как передача настроя, на это не стоит обращать внимание. Этим можно не заниматься. Исход – дело непредсказуемое. Ну вот второе выражение я слышу впервые, а с первого выражения, конечно, я полностью это все смотрела, знаю. Читала, кстати, две книги параллельно, и ту, и другую. Там действительно есть разница большая. В «Скотном дворе» там прям про животное. Ну да, да. А вот, кстати, насчет «будем посмотреть» я использую очень часто, очень всегда. Когда мне говорят что-то за будущее, а вот мы сможем ли это там, допустим, воплотить, я говорю, ну, будем посмотреть, что из этого получится. То есть, когда вот действительно, да, ты не знаешь, каким может быть итог, исход, ну, как ты можешь утверждать. Поэтому мне всегда проще было говорить, будем посмотреть, что из этого получится. Я беру на заметку. Классное выражение. Двигаемся далее. Да. Ну а далее в нашей программе «Гороскоп» оставайтесь с нами, послушайте, какие предсказания звезды подготовили вам на сегодняшний день. А сбудутся они или нет, решать только вам. Смотрим. Для большинства овнов день завершится более удачно, чем начнется. Утро будет напряженное, некоторые планы будут срываться по вашей вине. А распорядок дня придется поменять несколько раз. Хаос и неразбериха ждут многих на рабочем месте. У тельцов хороший день для того, чтобы навести порядок в собственной жизни и голове. Сегодня вы сможете более правильно оценить, что для вас важно, а что второстепенно, над чем вам стоит поработать, а что лучше оставить позади. В некоторых обстоятельствах близнецам придется рассчитывать только на себя. Сегодня вам может показаться, что вся ваша работа за последнее время и возможные усилия были напрасны. У раков лучше всего день подходит для заботы о домашнем уюте, наслаждения вкусной едой, отдыха и приятного времени с близкими. Именно в семье многие смогут найти утешение от бешеного темпа жизни. Вам предстоит обрести спокойствие в кругу близких. У Львов отличный день для путешествий и поездок за город. Даже если вы не сможете позволить себе вырваться за пределы города, обязательно прогуляйтесь по парку или вокруг дома. Успешны будут все дела, связанные с передвижением и транспортом. У Дев день пройдет очень плодотворно. Особенно повезет тем, кто сумеет сделать все запланированное утром. Это будет самое удачное время дня. Вечер, наоборот, принесет некоторые сложности и дела, которые вы запланируете. День для весов с повышенным творческим потенциалом. Сегодня необходимо заниматься искусством. Даже если у вас нет особых способностей, наблюдайте за талантами других людей. Посетите театр, выставку, сходите в кино. Сегодня звезды будут делать Скорпионом небольшие подсказки. И тем, кому захочется обратиться с вопросом к Вселенной, обязательно получат на него ответ, а возможно даже наглядный пример. Связь между космосом и людьми сегодня особенно сильная. Сегодня стрельцам предстоит сосредоточиться на самом важном. Именно концентрация внимания на единственной цели позволит достичь вершины успеха. Ближе к полудню возможны головные боли и обострения сердечных заболеваний. Сегодня многие козероги почувствуют на себе последствия прошлого. Возможно, кто-то вернется в вашу жизнь. Скорее всего, с этим человеком вы расставались на негативной ноте. И теперь только от вас будет зависеть вектор этих отношений. Есть шанс все исправить. Большинство водолеев сегодня почувствуют ветер перемен, который для кого-то будет желанным и предсказуемым, а для кого-то станет неожиданным поворотом. В любом случае, очень скоро в вашей жизни произойдут изменения. Кто-то сегодня постарается втянуть рыб в решение своих проблем. Ни в коем случае не давайте человеку обещание помощи. Если вам совершенно этого не хочется делать, то и не стоит это делать. Утром велика вероятность получения хороших новостей по поводу денежных вопросов. Но сейчас у нас сюжет на тему «Международный день топ-менеджера». Давайте посмотрим, это будет очень интересно. Топ-менеджер – это представитель высшего руководства компании. Связаться напрямую со специалистом не всегда получится. Более того, не во всех организациях есть именно такая управленческая должность. Чтобы понять специфику работы, мы обратились к супервайзеру. Моя работа, наверное, как топ-менеджера, руководителя отдела – контролировать весь рабочий процесс, который происходит. Плюс еще есть отчеты, которые я сама веду, коммуникации с клиентами, переговоры, документы оборот. То есть полностью это веду уже я. Известно, что в компаниях есть организационная структура или так называемые подразделения. Обязанности и функции, которые выполняют сотрудники, также затронули. Подробно о внутреннем устройстве деятельности той или иной компании знают по большей части лишь специалисты в сфере. Теперь можно иметь четкое представление о том, кто же такие мерчендайзеры, менеджеры по продажам и другие. Супервайзеры – это, получается, руководители отдела продаж. В моем обучении находятся торговые представители. Это менеджеры по продажам. Менеджеры по продажам, которые берут заказы в магазинах, потом оформляют эти заказы, решают, что именно заказать на магазин, какие позиции, что именно. Контролируют акции, запуск акций, цены. Под ними работают мерчендайзеры – это специалисты по выкладке товара. То есть товар, который мы отправляем, они его выставляют в супермаркетах. Также есть у нас торговые представители по БЦ-каналу. Это магазины у дома. Непосредственно туда они ходят, берут заказы и также отправляют их сюда на филиал. И потом уже доставка их развозит. Свой путь Бахыт Кемельбековна начала с мерчендайзера. Затем стала торговым представителем. Отработав два с половиной года, вышла на должность супервайзера. Также пробовала себя региональным представителем компании. Время шло стремительно. У Бахыт появилась семья. Девушка вернулась к работе супервайзером в 2019 году. А так, основная работа у нас в понедельник – это офисный день. Мы занимаемся отчетами. В остальные дни мы находимся в полях. Ну, у нас так говорят, в полях находимся. Ну, для многих, что-то такое. Мы работаем именно с магазинами. То есть, смотрим ассортимент, проверяем. Например, есть всякие роды топ-ассортимент, который должен быть именно в продаже. Потому что, ну, есть ассортимент, который приносит нам очень большой объем продаж. А есть просто, как сказать, ну, для ассортимента, который идет. И мы следим для того, чтобы именно тот ассортимент был, который нам нужен. Да, выкладка, чтобы была правильная по планограмме. Чтобы ценники были на полке. То есть, контролируем работу уже торгового представителя, мерчендайзера. Помимо офисных дней и классических обязанностей, проводит различные тренинги, приносит компании успехи. Выделяет основные профессиональные качества, присущие специалисту – коммуникабельность, эмпатия и стрессоустойчивость. Поздравляю всех топ-менеджеров, всех, кто причастен к продажам, с праздником. Желаю, самое главное, крепкого здоровья, потому что будет здоровье, будет все. Успешных продаж, очень много сделок хороших, да, чтобы было удачи во всем, терпение, ну, всего-всего самого лучшего. Ну, а сейчас наша следующая рубрика «Будем здоровы» поговорим о лимоне. Как раз-таки сейчас самое время пополняться витамином С. Яркие желтые фрукты давно заслужили народное уважение за свои уникальные лечебные свойства. Ведь чашка чая с лимоном прекрасно согревает, помогает организму взбодриться, улучшает самочувствие и повышает сопротивляемость к инфекциям. Этот цитрус является одной из самых востребованных вкусовых добавок к разного рода блюдам и кондитерским изделиям. Он является превосходным профилактическим средством от простудных заболеваний, укрепляет иммунную систему, увеличивает сопротивляемость организма. Сок обладает ранозаживляющим и противовоспалительным воздействием, а также убивает микробы. В некоторых странах порезанный фрукт накладывают прямо к пораженному месту. Цедра лимона уменьшает образование газов и нормализует работу системы пищеварения. В мякоти содержится лимонная кислота, именно она составляет основу фрукта. Кожура богата флавоноидами, эфирными маслами, пектиновыми соединениями, пищевыми волокнами, гликозидами, фитоциндами. Конечно, большая часть этих веществ скапливается в мякоти. В лимоне масса витаминов. Среди них фолиевая и аскорбиновые кислоты, витамин D, тиамин, ретинол, витамин PP. Из микроэлементов лимона наибольшей ценностью пользуются бор, железо, медь, цинк, фтор и марганец. Макроэлементов также много. Среди них сера, калий, хлор, натрий, магний, фосфор, кальций и другие. Лимоны относят к разряду аллергенов, поэтому не следует употреблять эти плоды людям с аллергией на цитрусовые, а также лицам с заболеваниями почек, беременным женщинам и кормящим матерям, детям до 3 лет. Поскольку лимоны раздражают слизистые оболочки кишечника и желудка, они противопоказаны людям при заболеваниях этих органов. Чрезмерное увлечение фруктами может спровоцировать также обострение некоторых болезней, нарушений в работе поджелудочной железы, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, энтерита, колита и острого гастроэнтероколита. Таким образом, при всем богатом составе и неоспоримых полезных свойствах лимоны следует употреблять с осторожностью и соблюдать меру. И тогда организм в полной мере сможет ощутить пользу и целительную силу этих плодов. Как выбрать правильный лимон? На прилавках супермаркетов часто можно увидеть лимоны, которые выглядят по-разному. Если их попробовать, то окажется, что и по вкусовым качествам эти плоды тоже отличаются друг от друга. Одни небольшие, с тонкой коркой и сочной плотной мякотью, немного тяжелые для своего размера. Другие крупные, толстокорые, с мякотью рыхлой и менее сочной, имеющие небольшой вес. Часто встречаются рекомендации, что нужно выбирать именно тонкокорые плоды, поскольку они лучше. В целом, вредные свойства лимона не так выражены благодаря тому, что он редко употребляется в больших количествах. Долька другая, его в чае, это та вещь, которая организму точно не причинит вреда, но принесет в него множество полезных необходимых веществ. А самый сложный зимний или весенний сезон, эти же лимонные целебные свойства еще и повысят иммунитет и самочувствие. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро! Надеюсь, вы уже достаточно хорошо проснулись. Если вы тренируетесь и у вас нет возможности прямо сейчас пойти готовить с нами, то записывайте. Если вы еще лежите в кровати, запоминайте. Если вы уже бодрячком, я надеюсь, как мы, то приступаем вместе с нами готовить. Но нам, конечно же, нужен для этого Фархад. Фархад? Приглашаем вас к нам на кухню. Здравствуйте! Привет! Что мы сегодня готовим? Турецкий завтрак минимум. Да. Кстати, именно потому что он турецкий, ингредиенты у нас тоже соответствующие. Но мы с вами помним, что у каждого вкусы разные. И если вам хочется немножечко по-другому, даем добро. Итак, что нам сегодня понадобится для приготовления этого потрясающего сытного завтрака? Фарш. Так. Говяжий. Но не обязательно говяжий, потому что кто-то любит свинину, кто-то любит баранину, кто-то любит смешанный. Так что можно любой на вкус взять. Так. Болгарский перец, помидоры, репчатый лук и кабачок цукини. Ну что, для начала нам необходимо порезать мелко все овощи, которые мы подготовили. Можно я возьму перчик? Конечно. А ты бери помидорчик. А я возьму лук. Он самый злой. О, давай. Только там от меня подальше. Кстати, есть классный лайфхак, как сделать так, чтобы вы не плакали от лука. Фархат его тоже точно знает. Нет? Нету таких лайфхаков. Есть. Серьезно. Первое. Можно намочить нож. Работает. Второе. Просто не отрезаете у лука жопку. Оставляете ее прям так, режете и плакать не будете. Попробуйте. Так. Ну, вообще, вы знаете, очень полезно плакать от лука тогда, когда вы болеете. Очень хорошо прочищает пазухи, я вам скажу. У меня, кстати, предложение родилось. Коль уж мы с вами встречаемся так часто, есть предложение почитать от вас комментарии под выходящими видео. Давайте устроим с вами такое некое общение. Быть может, у вас есть какие-то интересные вопросы, или интересные комментарии, или, быть может, какие-то предложения. Прям с удовольствием почитаем и ответим. Договорились? Я не буду много нарезать перца, я так думаю. Да, ты же тоже не весь кабачок. Помидор один будем использовать. Даже половинки хватит. Давай, отлично. Я могу, наверное, начинать ставить сковороду. Да. И разогревать. Ставим сковороду. Это больше, наверное, сотейник, чем сковорода. И лучше, наверное, чтобы было поглубже, да? Не обязательно. Нет? Нам нужно там пропаривать, протушивать. Нет. Включаем. Я думаю, что нам необходимо сначала ее накалить, для того, чтобы овощи сразу прихватились. Овощи мы будем с вами доводить до золотистого цвета, как обычно немножко пассируем. После чего будем добавлять фарш. Фарш, на ваше усмотрение, по готовности. Есть такие люди, которые любят посырее, как бы это ни звучало. Хотя я думала, это применимо только к стейкам. Но нет, некоторые любят и фарш такой. Так, мне нужно масло. Я так обожаю вот такие всякие баночки. Вообще, знаете, такой совет хозяйки. Если вы хотите, чтобы вам было приятно заходить на кухню, приятно готовить, окружите себя полезными и красивыми вещами на кухне. Используйте специальные емкости для масла, соли, специи и так далее. Ну что, Фархад, масло отправим туда. Когда раскалится. Масло мы налили побольше для чего? Чтобы не прилипало и как бы все эти продукты, они заберут масло это. То есть, как бы при обжарке этого масла уже не будет. Ну все, наша сковорода раскалена. И сейчас Фархад открыл для меня секрет, что у нас такое блюдо, как вок. Нам нужно жарить быстро и будет очень сильно шипеть. Готовы? Первым выкладываем лучок. Я не знаю почему, но всегда первым выкладывают на сковородку лучок. А вообще, как правило, овощи жарятся в такой последовательности. Сначала самые крепкие, которые готовятся дольше всего, и только под конец кладутся самые нежные. Для того, чтобы нежные не успели развалиться, а те, которые по мясисте, успели приготовиться. Сковорода должна быть прям хорошо накалена. Я думаю, что в вашем случае газ должен быть средним или плита, смотря на чем вы готовите. И постоянно перемешивайте. Для чего? Для того, чтобы у вас овощи не подгорели. Правильно? Да. А еще я думаю, что Фархад сейчас нам покажет один прикольный трюк, как мешать овощи без лопатки. Фархад, покажешь? С удовольствием. Я не освоила еще такой навык. Давай. Оп, оп, оп. У нас же должны быть красивые кадры. Если кто-то смотрит нашу передачу сейчас где-нибудь в авто или в автобусе, то тоже пишите, понравился ли вам рецепт. Есть ли у вас какие-то вопросы, все ли мы доступно вам объясняем и хочется ли вам готовить с нами. Можно добавлять фарш, кстати. Ура! У меня уже рука просто устала, Миха, я думаю, когда ты скажешь, что можно? У нас такая уже типа каша образовалась, значит, можно. Так, теперь мы быстренько что-то делаем с фаршем. Да. Какой неподатливый фарш. Я пока возьму немножко зелени. Зелень нам понадобится для украшения? Да. Мы можем чуть-чуть туда добавить и чуть-чуть украсить. Классно. Так, ну что, жидкость у нас вся выпарилась, а значит, мы можем продолжать. И нам необходимо вливать следующий ингредиент, а именно яйца. На такое количество фарша нам достаточно трех яиц, и нам их необходимо немножко перемусякать. Сделаем тыр-тыр-тыр, и будет вкусно. Так. Делаем все быстро, чтобы у нас не успело подгореть. Давай, я вливаю, а ты мешаешь. Да. Красиво все это вливаем. Отлично. Нам необходимо теперь добавить специи, соль, перчик, быть может, хмели-сунели, но что-то по вкусу, что вам нравится. Любую любимую специю можно добавить. Давай я буду немножечко солить. Я делаю это обычно руками и делаю это по вкусу. Я не знаю, как эта соль себя поведет, но перчик тоже сделаю вот так. Нету у меня ложечки. Ну и кульминационный момент. Красиво выкладываем это на тарелочку. Ну что, давай. Красота. А теперь сюда. Чудесно. Как вам такое? Такой полезный и сытный завтрак с утра. После него точно настроение поднимется. Правда, Пархат? Естественно. Все, надо попробовать. Ммм. Невероятно вкусно. Друзья мои, по традиции готовим с любовью. Замечательного вам сегодня дня. Ну и скоро увидимся. До скорой встречи. Сейчас поговорим о кино, живописи и скульптуре. Культурный код на пятом канале. Знаменитый мотив судьбы из начала Пятой симфонии Бетховена можно сопоставить с тремя точками в одном титре в азбуке Морзе, то есть латинской буквой V. Поэтому основную тему симфонии использовали в качестве символа победы от слова «виктори» страны антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Редко кто задавался вопросом о положении ног на конной скульптуре. Оказывается, если лошадь стоит на дыбах, то ее всадник погиб в бою. Если приподнято одно копыто, то всадник скончался от боевых ран. А если лошадь стоит на четырех ногах, то всадник умер своей смертью. В фильме «Бриллиантовая рука» управдом Плющ в разговоре с женой Горбункова говорит «Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу». При этом в конце этой фразы артикуляция Ноны Мордюковой выглядит неестественно. Дело в том, что во время съемок она произносила не любовницу, а синагогу, чего не допустили в финальной версии из-за цензурных соображений. Ну а далее без лишних слов и речей, милые и смешные. Оставайтесь с нами, готовьтесь умиляться и улыбаться. Мы переходим к милым и смешным. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok